месяц проходит. А через две недели что произошло? Он не развелся. Тогда ваш вопрос. Мой вопрос. Знаете, я, наверное, всю жизнь привлекаю не тех мужчин. У меня буквально была недавно ситуация. Буквально неделю тому назад я завстречалась в апреле с мужчиной, с молодым человеком, можно так сказать. Он чуть младше меня на пару лет. Все закрутилось, завертелось. Мы стали общаться, встречаться. Через какое-то время он стал проживать у меня. Все было хорошо. Он познакомил меня с родителями, с мамой, с сестрой, с родственниками. Я познакомила его со своими родственниками. У меня в приоритете то, что я не общаюсь с женатыми мужчинами. То есть, ну, как бы для меня вот прям табу. Я спросила, естественно, женат он или не женат. Он говорит, нет, я не женат. Как год развелся, детей нет. Ну, все хорошо. Но так как я немножко публичный человек, много людей, которые, скорее всего, не желают ни мне добра, ни ему добра, прислали запрос в директ. Пустая страничка, ни о чем. И говорит, там, Натали, там, вы знаете, что ваш молодой человек женат. И у него есть еще я. Я, как понимаю, есть еще и вы. Но я, как бы, отправила ему, спросила, ну, есть ли доля правды в этом. Напомнила мне другой анекдот. Когда женщина пишет жене, говорит, вы знаете, что у вашего мужа три жены, и одна... У меня новость одна хуже другой. Да, извините. Да, так и... Потом, я же ему отправила, он прилетает буквально через пять минут, в итоге подтверждает эту информацию, что он не живет с женой уже как год. Жена есть, она, как бы, официально, они не разведены. Но для меня это уже был удар, потому что я не выношу вранья, тем более я об этом уже спрашивала. Ладно, он говорит, я, говорит, уже в процессе развода, как бы, подожди, там, пару недель, и мы разведемся. Говорит, только не, говорит, пожалуйста, не бросай меня, пойми меня, там, но мы не жили. Хорошо. Не жили. Живем дальше. Все, опять же, хорошо. И, знаете... Две недели проходит? Нет, месяц проходит. А через две недели что произошло? Он не развелся. Да. Ну, я же, естественно, у него постоянно спрашиваю, как развод, как процесс, когда... Да, да, да. Да. Мой вопрос в том, почему в моей жизни вот такие сложные мужчины? Я сейчас вот пару слов скажу. Помимо жены, у него еще оказалось четыре любовницы. Человек при этом жил у меня. Ну, я хочу сказать, Наталья, у вас сложности с мужчинами, потому что вы чебурашка. Я знаю. Я поверила человеку и... И продолжали верить. Начиная с того момента, когда он начал у вас жить уже, то есть уже сел вам на шею. Заканчивая с тем, что вы просто спросили, ты женат, но сказал, нет, и вы это не проверили. Ну, и все. Дальше все покатило. А, Натали, другой вопрос. Вам такие мужчины попадаются все время? Я хочу вас спросить. А почему вы соглашаетесь на эти отношения? Чего вы боитесь? Я, как в том-то и дело, что не соглашаюсь. Но в итоге просто получается, когда выходит правда, то есть, ну, я, как бы, естественно, от этих отношений отказываюсь. То есть, ну, я не понимаю, почему. Смотрите, смотрите, Натали, вот вы первый раз обожглись, человек один раз наступил на грабли. В следующий раз он на грабли не наступает. А вы постоянно наступаете на одни и те же грабли. У меня вопрос. Что такое за желание внутреннее вас толкает постоянно доверять и чего-то там хотеть, держаться? Вы знаете, заботы. Ради чего? Я хочу быть просто любимой женщиной и все. А чего вы боитесь? Мне не хватает, наверное, заботы. Не то, что я чего-то боюсь, мне не хватает заботы, потому что я, как бы, все время одна. У меня из родственников только бабушка, за которой я слежу. Я всего, как бы, добилась сама. У меня есть квартира хорошая, две работы замечательные, которые я люблю. И постоянно в таком режиме, когда ты живешь, больше, как бы, огромная ответственность. Ты за все берешь на себя вот эту ответственность. Заботу о бабушке, заботу о самой себе. И, скажем так, на тот момент, когда я ему поверила, мне хотелось верить. То есть мне хотелось, чтобы обо мне позаботились. То есть мне хотелось мужского путьа. Молоку я вас попросить сказать вслух. Эта фраза, не обязательно вы с ней будете согласны. Просто повторите и послушаем, как это отзывается у вас. Хорошо. Скажите, я устала. Я устала. Где эта фраза в теле отзывается у вас? Где-то вот здесь. Скажите, я чувствую обиду. Что? Я чувствую обиду. Я чувствую обиду. Это так? Вы чувствуете обиду? Да. Это обиду в теле? Это в теле обида как проявляется? Она твёрдая или мягкая в горле? Прислушайтесь к этому ощущению. Она вот сжатая. Сжатая. Твёрдая или мягкая? Здесь она сжатая, она твёрдая или мягкая? По ощущениям. Острая или тупая? Тупая. Вот прислушались к этому ощущению в горле. Твёрдому, тупому, сжатому. Сейчас скажите, признайте, я чувствую обиду. Скажите им. Сами себе скажите вот это. Я чувствую обиду. Я чувствую обиду. А теперь прислушайтесь к этому ощущению в контакте с ним и спросите его. По поводу чего я обижена? Но только не думайте, а спросите это чувство. То есть вы вслух спрашиваете, слушайте его. По поводу чего я обижена? И слушайте его, что оно скажет. По поводу чего я обижена? То, что человек не оправдал мои ожидания. Человек расположил меня к себе. Человек внушил мне какое-то будущее. И просто так со мной поступил. И что вы чувствуете по этому поводу? Боли, разочарование. Я чувствую разочарование. А где это разочарование в теле? Оно спустилось где-то в район солнечного сплетения. Как вы его ощущаете? Оно твёрдое или мягкое? Оно твёрдое, глухое и скованное. А теперь давайте проверим, что оно может сказать. Спросите его это ощущение, именно в теле. То есть не выдумывайте, не думайте, спросите. По поводу чего я чувствую разочарование? В ком я разочарована? В ком я разочарована? Послушайте его, не думайте, что оно говорит. В себе. Я в себе, наверное, разочарована. Отпускайте эмоции. Вам хочется плакать, но вы сдерживаете эти эмоции. Скажите, давайте повторим за мной несколько фраз. Обычно я стесняюсь проявлять свои эмоции. Обычно я стесняюсь проявлять свои эмоции. Я боюсь проявлять свои эмоции. Я боюсь проявлять свои эмоции. я боюсь что мои эмоции не примут я боюсь что мои эмоции не примут и мне будет больно и мне будет больно так уже бывало так уже бывало дышим ртом сейчас выпускаем глубоко вдох и выдох не сжимайте челюсть и дышите и поэтому я запретила себе проявлять эмоции поэтому запретила проявлять свои эмоции я запретила себе быть слабой я запретила себе быть слабой но никто не может быть сильным все время каждый имеет право быть слабое время от времени я тоже имею право быть слабое время от времени я Я тоже имею права. Слава – время от времени. Я разрешаю себе быть слабой время от времени. Я разрешаю себе быть женщиной. Вдох, выдох ртом. что сейчас чувствуете как там что-то вот это вот субстанция которая была скован но она как бы присутствует на она вот как-то расширяется что ли у пассе и грудной клетки то есть она была вот такой только как рассеивается на всю грудную клетку смотрите интересно вы говорите что вы хотите заботы на самом деле вы же когда подавляли свои эмоции такая сильная такая работа тебе на двух работах заботиться обо всем то есть вы производите впечатление сильного человека которым не надо заботиться но так как вы уже давно сильные давно перестали позволять себя быть слабой то никто не может быть сильным все время и вам захотелось какой-то момент слабость в то же время когда вы встречаетесь с людьми с мужчинами в том числе вы производите впечатление человека сильного который берет на все на себя мальчика негде жениться негде жить жить вы принимаете его к себе у мальчика какие-то есть проблемы вы их решаете кого привлекаете а для того чтобы перестать привлекать слабых мужчин кем вам нужно стать слабой для того чтобы стать вам слабы с чего нужно начать потому что вы даже сейчас не позволяете себе план да потому что у вас все здесь здесь все напряжено вот здесь все дрожит вот здесь все напряжено но при этом вы дышите вы даже дышать глубоко не можете да я вам говорю дышите а все для того чтобы сдержать это чтобы не позволить вырваться этому рданию не позволить вырваться этой слабости не позволит проявить себя той той женщины которую вы являетесь обыкновенным человеком со своими слабостями разрешить себе быть женщины и это то то явление которое называется алекситимия алекситимия это означает очень плохой контакт с эмоциями подавление эмоций мама была контролирующая мама была жесткой или папа была холода и папа просто хотел мальчика и воспитывал меня как мальчик отправил меня в кадетский корпус я и и все время вот все 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 на меня валилась и я воспитывалась как ну как мальчик то есть не просто так у меня тренд кадетский корпус он просил меня стать сержантом я стала сержантом стала командиром взвода там где 10 мальчиков две девочки то есть и все в таков духе новая отличница вы вот не холосая девочка папина девочка я всегда боялась его наверно разочаровать что я всегда боялась упасть мне всегда было стыдно за какой-то свой промах и то есть он никогда меня не ругал никогда ничего но сам факт этого заложенного во мне что я не могу проигрывать я не могу дать слабину то есть мне всегда приходилось чтобы стать допустим командиром отделения мне приходилось воевать с мальчиками то есть я метр пятьдесят да и мальчики там под метр восемьдесят все хотят быть там командирами отделения да ну вот как бы ставили меня потому что а вам очень непросто вы ищет тому же и красивая девочка красивым девочка мальчики не проигрывают вам тяжело пришлось смотрите как интересно что то то эмоции которые вы испытываете то есть смотрите на поверхность у вас поведение то есть из какой-то сценарий который вы не понимаете почему я привлекаю сам так у таких мужчин чуть ниже от поведения мы идем к мыслями эмоциями здесь оказывается обида на тайна тех на того парня тех мужчин который вас обманывает мы еще идем глубже и там где и там глубже с чего начинается с разочарование с разочарование кем самим собой а еще глубже оказывается у нас есть там папа который всегда был разочарован вами до который всегда хотел чего-то большего который хотел посыл по сути дела посылал вам программу которая означает не будь собой то есть он хотел мальчика ты не должна быть мать девочки ты должна быть не не собой должна быть супер мальчиком супер супер скаутом женском теле это типичная ситуация которая у которой у вас есть такая когда папы хотят девочки или воспитывают девочек мальчиков или воспитывают девочек мальчиков или холодной девочка хочет заслужить внимание Внимание. Типичная ситуация. Типичная ситуация. Но смотрите, что вам нужно будет сделать. Очевидно, что мы сейчас с вами продиагностировали проблему, поняли. Я подозреваю, что. Потому что вы, знаете, человек такой целеустремленный. Вас жизнь научила идти к цели. Вы ставите ее себе и какие-то вещи отбрасываете. Вы выбрали человека, он вроде вам понравился, вы идете, все. Он должен быть со мной. И какие-то сигналы, которые показывают, обычно девочкам показывают, которые девочки принимают, что он где-то безответственный, где-то не очень правильно себя ведет, где-то скрывает что-то, неоткроенный. Вы их игнорируете, потому что вы идете как паровоз к цели. И потом, когда приходите к цели, оказывается, что не туда шли, как Стивен Кови говорит, можно приставить лестницу к стене, всю жизнь карабкаться, а потом оказаться, что вы приставили лестницу не к той стене. Вот это то же самое. Да. С чего вам нужно начать? Ну и вы можете начать пытаться решать эту проблему на поверхности, но причина, как мы увидели, в глубине. Причина в том, что у вас есть непринятие самой себя. То есть для начала нужно принять себя как девочку, как женщину, которая имеет право быть слабой и проявлять эмоции. Научиться избавиться от алекситимии, научиться проявлять эмоции. Когда вы начнете проявлять эмоции, и вы будете слабы, по вам будет видно, то слабые мужчины не будут на вас цепляться. Слабым мужчинам не нужны слабые женщины. Слабые мужчины ищут сильных женщин, понимаете? А слабых женщин ищут сильные мужчины. Почему? Да потому что есть о ком позаботиться. Если вы такая самостоятельная, если вы такая вся независимая, то я вам зачем нужен? Я хочу, чтобы он не приставил другой. Нет, я говорю, я не как психолог, я говорю, как мужчина. Если я сильный мужчина, предположим, и вы тоже сильная, независимая женщина. У меня вопрос, а что я вам могу предложить? Вы сами со всем справляетесь, я все сама. Я пацанов там строил сержантом. Что мне вам предложить? Я не вижу рядом с вами места как сильного мужчины, понимаете? Как сильного мужчины. Поэтому для начала нужно научиться проявлять свои эмоции, разрешить себе быть слабой. То есть потом у вас очень много есть обиды, разочарования на папу, это все нужно прожить, нужно все отпустить. Тогда вы сможете посмотреть на мир по-другому, когда вы будете видеть уже не иллюзии, не цель, которую вы себе поставили, а реальность. И реальность заключается в чем? Если бы мне какой-то человек, вдруг я обнаружил в вашем случае, парень соврал, и мне кто-то сказал, что у него он оказывается женат, и мне парень говорит, я разожусь, я говорю, покажи заявление. Сразу, сразу, и никому ничего не верю, покажи заявление. Нет заявления, начинает туда финтить. Как раз ты покажи заявление. Иди, его сейчас с собой нет, иди в ЗАГС, принеси им справку, что ты подал. Все. А дальше он приносит справку, что ничего он не подал, или начинает финтить. Все же сразу понятно. Но вы этого не видите, потому что вы видите свою цель, свою иллюзию, которую вы поставили. Проходит две недели, развода нет, и он вам говорит что-то там еще, и вы снова начинаете верить. И все из-за чего? Из-за того, что вы сейчас находитесь в таком очень уязвимом положении, из-за того, что в детстве не получили заботы от папы. Сами о себе не заботитесь. Вы в очень остром состоянии находитесь. Представьте человека, который месяца три не ел. Он будет рад любой еде, даже на помойке. Поэтому вот так. У вас очень острое состояние дефицита заботы. А позаботиться о вас невозможно, потому что вы сами с усами. Понимаете? А вам нужно позволить себе быть слабой, позволить себе без защиты, позволить перестать контролировать все вокруг. Вы же контролируете все вокруг, правильно? Ну да. Все, что касается моей жизни, да, я же не могу пустить это на самотелку. То есть никто этого же не сделает, кроме меня. Правильно, да. Не потому что я так хочу, а потому что другого варианта нет. Я работаю на двух работах не потому, что я хочу работать с восьми утра до полдесятого вечера. У меня просто нет другого варианта. Я вас понимаю. Это заставляет контролировать все, безусловно. Но это, к тому же, и в отношениях заставляет продолжать те же самые паттерны исполнять. Понимаете? В этот момент нужно переключаться, помогать, ну, то есть позволять другим делегировать что-то, позволять другим заботиться о себе. Что я могу вам сказать? Вот вам поможет либо курс «Женская самооценка», либо курс «Академия мотологии», где, собственно, все вот эти моменты проходят. Первое, что вам нужно, вам нужно будет снять этот блок алекситимии, то есть разрешить себе проявлять эмоции. После того, как вы снимите блок алекситимии, это блок, который не позволяет быть слабой. То есть проявлять эмоции – это слабость. В мире мужчин же проявлять эмоции – это слабость, поэтому папа вам четко это внушил. Поэтому этот блок нужно снять. После того, как вы снимите, у вас внутри есть куча обиды, разочарования, вины. Вам нужно будет его достать и вылить его, то есть прожить, освободиться из него. После этого у вас, после того, как вы этот эмоциональный сосуд очистите, у вас обнажится ваше дно, собственно, там установки. Будь сильной, не будь собой, будь кем-то, не делегируй, все контролируй. Если вы измените эти установки, вы сможете по-другому, вы себя по-другому почувствуете, вы вести себя будете по-другому. И, соответственно, изменятся ваши сценарии, совсем другие люди будут попадаться. Потому что пока вы как красная шапочка. Красная шапочка ведет себя определенным образом, с ней не играют ни три поросенка, ни Д'Артаньян. С ней в игру вступает только серый волк. То есть, если вы молоток, вокруг все гвозди. Это очень. И да, видимо, у меня и правда проблемы с эмоциями, потому что все, что в жизни происходит, буквально месяц-полтора назад дедушка умер, и я там слезинки не проронила, хотя это безумно мой любимый дедушка. Он меня практически тоже воспитал. Вот все, что не происходит, такая, похер, все, все пройдет. То есть и дальше пошла. То есть я понимаю, что на ситуации, в которой нормальный человек реагирует, я не реагирую. То есть мне сложно, то есть, ну, вот, какой-то вот блок стоит, и не могу. То есть я понимаю, что если сейчас я вот дам какую-то слабину, там, расплачусь, или растрогаюсь, или еще что-то. То? Все уйдет из-под контроля. Кто вам сказал такое? Ну, вот, мое поведение уйдет. Нет, то есть как будто вот моя защита эмоциональная, то есть если я сейчас начну проявлять эмоции, то меня будет легче ранить. Да. Легче ранить. Я этого и боюсь. Верно. Вас будет легче ранить. Но дело в том, что вы и так раните себя сами. Потому что это копится. Вы внутри, у вас вы выходите с болью. Это то же самое, что пойти к врачу лечить больной зуб. Страшно, потому что он прикоснется и делает больно. Но при этом как бы зуб-то болит, ноет. Больше того, из-за того, что зуб болит и ноет, вы не можете радоваться ничему. Радость может доставлять только какие-то очень острые физиологические наслаждения. А такие вот, знаете, тихая радость или ощущение спокойствия, они уже давно перестали чувствоваться, потому что все притупилось. Потому что эмоции нельзя разделить на негативные и позитивные. Они в конгломерате, они в общем. Если вы блокируете негативные эмоции, вы там же, за этой стеной, блокируете позитивные. Именно поэтому женщины заедают, а мужчины пьют алкоголь. Именно поэтому мужики пьют алкоголь, потому что они свои эмоции замуровали. И единственный способ их проявить, это выпить и снять контролирующее действие, то есть тормозящее действие нервной системы. Устранить. И там уже начинается у мужиков кто на что гораздо. Кто гнев накопил, начинает драться. Кто накопил грусть и разочарование, начинает рыдать. А у женщин, как правило, это заедание. Какой-то нужный физиологический процесс, который позволит компенсировать отсутствие позитивных эмоций. И какой-то процесс сахара. Физиологический процесс, который просто физиологически вызывает, освобождает серотонин. Но со временем возникает гидронистическая адаптация и сахара нужно все больше и больше. А удовольствие приносит все меньше и меньше. Что вам было ценного в нашей с вами беседе? Знаете, наверное, то, что моя якобы сила на самом деле слабость. И что именно этом, видимо, мне и мешает и вправду привлечь нормальных мужчин. я думала, что... Это вам мешает быть собой. Да. Вы понимаете, вы... внутри вы одна, вы чувствуете себя, а снаружи вы другая. И вы думаете, почему ко мне... Внутри вы девочка, а снаружи вы мужик с яйцами бородатый. Понимаете, вы думаете, а почему ко мне все время приходят какие-то мальчики? Ведь я же хочу других. снаружи-то вы бородатый мужик, дровосек. И вся ваша сила уходит на поддержание имиджа. Да. И вы на самом деле слабая, потому что силы-то нет внутри. Она всего уходит на ощущение, на вот это поддержание, чтобы меня вдруг никто не обидел и не сделал мне больно. И поэтому нет ощущения удовлетворения собой. А женщина, она привлекает только тогда, когда она наслаждается этим ощущением женственности. На что мужчина клюет? Он клюет на то, чего у него нет. На ощущение женственности. Это в наших генах заложено, в нашей программе сексуальной стратегии, половой стратегии выживания. Он видит, если женщина довольна собой, если она проявляет женственность, и это его привлекает и со сторон вырабатывается автоматически. Но вы же себя скрываете. Как же мне это увидеть? Что мне нужно сейчас делать? Проработать свои железобетонные установки, от этого избавиться? Избавиться от эрекситимии, избавиться от установки, проявлять эмоции ненормально. А потом? Или это уже все изменит? После этого, после этого, вы будете, когда вы откроете этот эмоциональный сосуд, который закрыт крышкой, эта крышка называется блок. То есть у нас внутри есть эмоциональный сосуд, где все эти эмоции у вас подавляются. Крышка этого эмоционального сосуда, это установка, проявлять эмоции ненормально. Вы должны ее убрать. После того, как вы уберете, оттуда хлынут негативные эмоции. Вы этого боитесь. И в работе с собой, например, на Академии Матологии, вы убедитесь, что на самом деле люди принимают вас и видят на самом деле такое, какое есть. И хотят вас, наоборот, хотят, чтобы вы проявили себя, чтобы вы проявили себя, как вы есть, открытую, беззащитную, искреннюю. Мы любим искренних людей. Когда вы убедитесь, что это не так больно, не так страшно, и вы убедитесь, что, знаете, это как ходить босиком. Можно по камешку, на камешек наступить и будет больно, но ходить босиком приятнее по крови. Понимаете, это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь жизнь. Да, бывают сложности, да, так как я открыт, так как я беззащит, и мне причиняют боль. Безусловно. Но от того, что мы закрываемся, это не означает, что нам не перестает быть больными. Невозможно. Это самый лучший способ избавиться от, ну, как бы, ограничить других людей, чтобы тебе причинить боль, это сесть в тюрьму. В тюрьме вы защищены стенами от других людей. Никто не может в тюрьму проникнуть, но и вы из нее выйти не можете. Хорошая ситуация. Вы в тюрьме. В тюрьме, в своих установках, ваши стены, это папины установки. То нельзя, это нельзя. Так не нужно делать, нужно делать так. Эта тюрьма выстроена вот вашими отношениями. После этого вам нужно будет прожить, выпустить все эти, разрушить эти стены, то есть выпустить все эти эмоции. После этого выстроить другую, другой дом, другой мир. Проявить себя в этом мире уже, ту, которая вы есть внутри. А я уверен, что внутри вы обычно такие люди, которые сидят в тюрьмах и находятся сами с собой, они вынуждены развивать совершенно естественно такие вещи, как утонченное понимание красоты, ценность эмоций, дружбы, эстетическое видение мира. Правильно? Абсолютно. Да, так и есть. Так и есть. Потому что, а другого нет. Так бы там в жизни, если были бы открыты, вы бы наслаждались отношениями, вы бы наслаждались какими-то действиями, совместными приправами. А так как вы в одиночестве сидите в тюрьме, что остается? Рассматривать одну картинку на стене, и вы начинаете проникать в нее, ну, как бы разбираться в ней, чувствовать эти эмоции. Потому что любая крошка, любой солнечный лучик в этой тюрьме учит вас радоваться ему больше. Поэтому у вас очень утонченное восприятие становится, и вы тогда очень тонко чувствуете другие эмоции. Вам вообще нужно эмотологом быть, потому что такие люди, как вы, будут очень хорошо чувствовать других людей. Я еще в прошлом году задумалась о том, что я с 2019 года за вами наблюдаю, и вы, как я только стала смотреть, вы мне помогли, эфиры смотрела, и очень много помогли избавиться тоже от некоторых эмоций. они были немножко другие. И до сих пор смотрю, и мне ни один человек говорил, Наташа, не хочешь попробовать? Я говорю, хочу. И вот я и вправду хочу попробовать эмотолога, потому что у меня есть какая-то некоторая эмпатия. Я вас приглашаю на этот курс бесплатно. Приходите на этот курс, я вам подарок делаю. Тепло вот так вот по всему телу прошло. Я, по-моему, вспотела даже от этой новости. Да, мне правда очень приятно. Но вы чувствуете сейчас заботу? Чувствуете? Да, чувствую. А как твои чувствуете? Как эта эмоция называется, когда вы чувствуете заботу? Что вы чувствуете в ответ? Мне тепло. Тепло. А где-то тепло в теле? Да, тепло в теле, и мне становится уютно. А где это в теле конкретно? Это где-то вот здесь, вот везде. Тепло мне везде в них. Как вы назовете эмоцию? Как вы назовете? Наверное, забота, я не знаю. Забота – это какое-то действие. Прислушайтесь к этому ощущению тепла в груди. Оно пространство или это сжато? Это тяжело или легко? Или тяжело или легко? Знаете, вот когда камушек падает, падает в воду, вот у него есть центр, и вот так вот отдает волнами. То есть вот именно такая пульсация, есть центральная точка, она в солнечном сплетении, и вот она отдает по всему телу. Хорошо, а по ощущениям это твердо или мягко? Что-то среднее. А если я попрошу вас выбрать туда или сюда? Куда больше? Больше твердое. Больше твердое, хорошо. Это теплое, твердое. Это пространство или сжатое? Центр сжатый, а вот какие-то импульсы, они пространственные. И где это конкретно в теле? Прямо четко солнечное сплетение. Хорошо, а теперь прислушайтесь к этому ощущению, только его слушайте и не думайте. Спросите его, как я назову эту эмоцию. Какой ответ приходит? Не думайте, просто слушайте. Боль. Боль. Скажите, я чувствую боль? Я чувствую боль. Хорошо, а теперь назовите эту боль. Какая из эмоций? Потому что боль бывает разная. Печаль, страх, тревога, обида, вина. Прислушайтесь. Как я назову тебя? Обида. Боль. Скажите, я чувствую обиду. Я чувствую обиду. Смотрите, то есть мы с вами сейчас стали контактировать с эмоциями, вы начали чувствовать другие эмоции, там внутри есть у вас постоянно. И вот по идее вы как бы хотите чувствовать радость, заботу, а на самом деле не чувствуете ее. Потому что эмоциональный сосуд наполнен другими эмоциями, негативными. Любой контакт с ним, вы контактируете с теми эмоциями, которые подавлены. Поэтому вы эти эмоции как бы не проживаете, а как бы думаете. Это характерный пример, на Академии антологии я буду рассказывать. Когда клиент начинает говорить не ощущениями, а образами, вот вы начали говорить камень, там что-то, зрительное восприятие, это всегда вдвою, это никогда не в чувствую. Потому что чувствую – это тепло, холодно, твердо, мягко, понимаете, пространство сжато. И когда мы с вами стали в настоящее чувство, что вы уже по-настоящему чувствуете, оказывается там никакое не ощущение заботы, там оказывается боль. И любое сопротивление с собой у вас будет ощущение боли. А это что значит? Нужно эту боль выпускать. Вот это реальность. А не то, что вы думали бы об этом. Жду вас на курсе, Натали. Хорошо. Спасибо большое вам огромное. Прям огромное душевное спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что поделите. Прямо. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»